Здравствуйте! Это медиащтива, специальный блог о книгах. Если вы внезапно принадлежите к племени великих знаменитых людей, то, наверное, умереть не так страшно, а страшно, что напишут вашу биографию, будут копаться в ваших личных письмах, в ваших нехороших поступках, в мотивах этих поступков. Но некоторым великим людям повезло, у них есть хорошая биография. Я держу сейчас в руках книжку, которая вышла совсем недавно. Она называется «Просто и незамысловато. Жизнь Антона Чехова». Написал ее британец Дональд Рейфилд. Написал он ее в 1997 году, но на русском языке эта книга увидела свет только сейчас. В этой книге почти 900 страниц. И на них уместилась, по словам автора, только часть, короткой, но очень яркой жизни великого русского писателя, которому, кстати, благодарна вся западная культура за его новые принципы драматического искусства. И, между прочим, кинематограф очень много почерпнул из принципов Чехова. Но здесь, в этой книге, вы ничего об этом не найдете. Зато вы узнаете о том, какими сложными, запутанными отношениями были отношения Чехова и его семьи, отношения Чехова и его любимых женщин. Вы узнаете о том, как он сражался с собственными слабостями, о том, как он сражался с болезнью. Вы узнаете о том, что с конца 19-го, начала 20-го века ничего не поменялось. И для того, чтобы творческому человеку достичь успеха, нужно очень много работать. А еще немножко везения. Вы узнаете о том, как сложен, тяжек был быт русского писателя. И, наверное, немножко себе позавидуете, потому что сейчас мы живем куда проще. Не пожалейте времени. Попробуйте осилить эти 900 страниц. Поверьте, они принесут вам не только знания, но и удовольствие. А можно сделать так, как поступил Луис Буниель, легендарный режиссер. Один из тех, кто определил лицо мирового кинематографа. Он взял и сам написал свою автобиографию. Назвал ее очень просто «Мой последний вздох». В этом непростом деле ему помогал журналист. Они беседовали с Буниелем. Журналист расшифровывал беседы. И получилась увлекательнейшая книжка. Автобиографическая, в которой, кстати, автор предупреждает своего читателя вывасил плотно переплетен с реальностью. А иногда, говорит режиссер, фантазия настолько меня увлекала, что я начинал немножко привирать. Тем не менее, из этой книги вы узнаете о том, как создавались признанные, хотя уже и полузабытые шедевры мирового кинематографа, которые, впрочем, каждому медищуку стоит пересмотреть. Загуглите Луиса Буниеля, посмотрите «Андалузского пса», этот смутный объект желаний. И, возможно, вас отпустят какие-то полезные и нужные мысли. Но биография может быть изложена не только в виде повествования, но и в виде энциклопедии. Михаил Булгаков – писатель, который волнует и трогает сердца на протяжении многих десятилетий. Запрещенный, разрешенный, любимый, проклятый, нелюбимый, сейчас к нему обратился даже западный кинематограф. И по мотивам его записок «Юного врача» снят сериал, в котором играет Гарри Поттер, он же Дэниел Рэдклифф. Жизнь Булгакова была не очень длинной, но полна невероятных событий, отличных текстов, любовных, восхитительных историй. И все это, оказывается, можно поместить в алфавитном порядке, под черную обложку. А потом, если вас что-нибудь заинтересует, взять, открыть книжку и прочитать. Вот я почему-то наугад открыла сейчас, и у меня Ленин вот тут возник на страничке. И вот можно почитать, какую роль этот человек сыграл в жизни великого писателя. А потом вот прочитать обширную статью «Великий балл у сатаны», вспомнить экранизации Владимира Бортко или Юрия Коро, и вообразить в себе совершенно иную картину, и, может быть, вдохновиться на что-нибудь прекрасное. А пока предлагаю вам читайте книги. Их написали умные люди. Субтитры создавал DimaTorzok